Российская оккупационная армия в Беларуси идет к чертовой матери с молотка. И лучше я имею ввиду. На различных белорусских торговых площадках посыпались товары на продажу. Российские сухопайки, например. Объявления свеженькие. И появляются как раз в тех местах, где и расположены базы российских оккупантов. Или эти, как они там называются, эти полигоны всякие и так далее. То есть места, где водятся российские оккупанты, моментально появляются в них. Российские, например, сухопайки. Но это не все. Вот российские военные тырят на своих танках, на БТРах, на грузовиках. Такую вещь, как солярку, дистопливо. И продают местным по 18 рублей за канистру. Неплохо так. А вот сухопайки российские очень легко найти на любых белорусских рынках. Не только на электронных онлайн площадках. То есть мы прекрасно видим, что россияне занялись привычным им делом. Воровством и перепродажей всего, что только можно свинтить, скрутить на своей технике, слить. Я не удивлюсь, если в скором времени появятся на продажу автоматы. Продажа появится, может быть, даже ЗРК какие-нибудь. ПЗРК. Абсолютно ничему удивлюсь. Форма военная. Ну, это само собой разумеется. Вполне возможно, когда они будут выходить. Если они будут выходить, то в Беларуси останутся и бобики. И что ты только не хочешь. Они продают. Вы же поймите россиян. Они и маму родную продадут. А тут такая возможность подживиться. Да, они и аккумуляторы с танков поснимают и все, что ты хочешь. Поэтому, я, кстати, вам скажу, на танках неплохие аккумуляторы. Здоровые, на тракторах хорошо пойдут. Пассивная пойдет отлично. Поэтому, ребята, скупайте у них по дешевке солярку. Забирайте у них аккумуляторы, стартеры. Все это пригодится на ваших тракторах во время весенних пассивных работ. Так что, хоть какая-то польза, но с временного пребывания российских оккупантов на белорусской земле должна быть.